Алина Токарева Ммм, пальчики оближешь. Что на этот раз наши повара приготовили на завтрак? Что за звук и что за ритм? Узнаете в новой музыкальной подборке. Год после Евровидения. Как продвигается карьера певицы Селены Мирайан. Наши ведущие и правда сорви головы. С каждым разом испытания все сложнее. Планы на неделю. Самые яркие события в постоянной рубрике Афиша. И немного интрии. Последняя рубрика будет не менее интересной. Не знаю как вы, а я вот очень люблю сладости. И пока родители прячут конфеты, я учусь готовить десерт. На этой неделе мои коллеги вместе с профессиональным поваром испекли вишневый штрудель. И сейчас они поделятся рецептом. Доброе утро с Танасом! В ближайших 5 минут вы узнаете, как приготовить вкусный и полезный завтрак. И порадовать им своих родителей. Сопоминайте рецепт или идите на кухню, открывайте холодильник и готовьте вместе с нами. Ура! Меня зовут Ваша. Меня Архив. Как вас зовут? А меня Александр Петриман. Та-дам! Смотри, что мы делаем. Я вам показываю. Вы будете делать то же самое. У меня будут только руки. Добавляем одно тесто. Одно. Подобно. Давай я тебе подам. Вот так положу, как будто для того, чтобы у меня взрослые собрались. А мне тоже можно? Да, да. Берем, 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 берем. Достаем. Так, держи. А что, я его на муку ложить или в шутку? Давай я сейчас тебе присыплюсь здесь. Должны. Мы попасть. Должны. Я говорю, я спристосилась. Вот так, смотрите. Можно его? Да, бери, бери, посыпай. Смело достаем, посыпаем ровненько. А что мы сегодня будем готовить? Штрудель? Штрудель. Ты и делал как Штрудель? Нет. Я тоже. Шутка. Смотрите, мнем ручками. Моя бабушка, наверное, делала, она была. Поваром была бабушка? Да, пятого разряда. Пятого разряда, это очень важно. А сейчас третила. Кто смел по разряду бабушке? Все, все, ты тоже сжала, все, да? Молодец. А она слепилась, это плохо или не хорошо? Это хорошо, что слепилась. Смотри, раз, два. Все, теперь раскатываем. Молодец. Вот так. Молодец. Сейчас перевернем, давай. Тебе маечку слепила. Маечка слепила. Вот такая кава вот. Ты не солнышко. Вот для шеи. Нам надо вот так. Маечка потом. Давай я тебе помогу, давай. Давай я тебе дам свой, а твой раскатаю, давай. Не надо, все, нога. Давай, теперь ты раскатывай. Ура! Хоть, хоть. Это как наши бабушки делали когда-то в детстве. Такие скалки не было, как сейчас путящихся. Я вам положу вот по такой ложечке. Ваша задача будет размазать все это. А зачем? Я буду чуть-чуть подкрыть. Вот этим. Размазывать. Давай. А мы будем вот эти на ложке вот такие вот. Да, что ты можешь размазывать. Только смотри. Тут очень важно одна задача есть. Можно размазывать по всему вперед вот так вот. Ну вот, чтобы на края у нас вот здесь не попадало. Архип, у тебя идеально. 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 Берем вот так, смотрите, вот так. Вот так? Классат раз положили. Протенько закрыли. Еще дальше так. Еще дальше. Я тут салфеток. Два. И потом еще, да? Да, давай еще раз. А, мы будем в трубочку закручивать? Вот так в трубочку закручиваем, да. А потом мы, чтобы мы это есть. А ты хочешь? Да. Это противень. Берем свою трубочку. Я вот так примажу, чтобы оно не... Так, это твоя, значит, моя первая. Архип вторая. Можешь мне положить? Да, давай я подвигаю. Давай, не буду. Опа. О, красава. Так, ну что, сейчас как думать? Ой, снимай, как ты здесь. Смазываем сахарным сиропом. А можешь мне смазать свое сомолье? Конечно. Не жалей, только взяла раз-раз, как художник. Ни жди, нигде, пока упадет. Смело вот так вот. Знаешь, как рисуешь, чтобы побольше. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Так, ну что, Архип, молодец. Вот, видишь, дырка, 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 дырка. Ничего страшного. Все, теперь, ребята, ставим наш штрудель на 180 градусов в духовку. А можно мне противень поставить? Ой, он очень тяжелый. Он на 5 градусов. Он очень тяжелый, Санцесс. С твоего позволения я поставлю. О, видишь, как высоко надо ставить. Все, так, ну что, наш штрудель обещал. Осторожно. Смотри, как они поднялись. Моя зеркаль. Тихо, горячий. Надо его порезать вот так. Дискалились, ты хорошо. Угу. Зеркаль. Продолжение следует... Ну что, ребят, понравилось вам сегодня? Сегодня мы приготовили веснёвый стутень, и он очень вкусный. Новый рецепт смотрите в новом выпуске «Недетские игры». Всем пока, Маша! А сейчас музыкальная часть нашей программы. Пять лучших клипов недели. Делайте громче! Доброе и бодрое утро! С вами Мария Ольхимович. И это самая зажигательная рубрика «Чарт-клипов». По итогам вашего голосования, дорогие меломаны, мы составили новых пицц-хитов. И прямо сейчас мы их послушаем. Пускай горит огонь дышим, поёт Мария Могильная. Мелодичная и позитивная композиция на пятой строчке нашего чарта. Давайте послушаем. Души так хочется светлых, преможих и ласковых нот. Следующий трек учит нас улыбаться, несмотря ни на что. Насбавим осень яркими красками и многолетнего настроения от Артёма с короля. И четвёртое место. Пятёрка весёлых девчат с ожигательной композицией. Однажды то ли оптимизм артисток, то ли их творческое начало Помогли группе подобраться к третьей позиции вашими стараниями. Услышать снова. Ланце полный танк. В исполнении нового. Каждое слово про нас с тобой. Миллионы тайн. Снег на хэппи-энты. Жизнь в коме-энты. А мы с тобой. А под эту композицию на месте устоять сложно. Хит «Наука» на втором месте. Летнее настроение от Анны Калюжной. Я знаю точно, что не умру от скуки. И не скучаю все подруги, друзья. Ни день, ни ночь, день, ни ночь я грызу на уху. Или на ухе грызёт меня. О-о-о-о-о-о-о-о Или наука грызёт меня. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Или наука грызёт меня. На этот раз заслуженное первое место получает чувственная Елена Мираи. Песни о любви должны звучать от начала до конца. Ливень в пустыне, я самая сильная, самая смелая, мечта твоя. Я словно комета сия, в космосе где-то там, где хорошо мои мечта. Я словно комета сия, в космосе где-то там, где хорошо мои мечта. Что ж, друзья, в завершении музыкальной рубрики спешу напомнить, что на ход чарта можете повлиять и вы. Голосуйте за лучший клип у нас на сайте. Наслаждайтесь музыкальной подборкой в следующем выпуске. Не мудрено, что с Елене Мираи досталось первое место в чарте. Сейчас это одна из самых популярных белорусских исполнительниц. А потому участница Евровидения специальный гость сегодняшней программы. Чем живет и о чем поет восходящая звезда эстрады. В постоянной рубрике интервью. Всем привет! Вы в рубрике «В гостях у звезды». И сегодня с нами Елена Мирай. Начнем допрос? Начнем! Где ты родилась? Я родилась в городе Минске в Беларуси. Каким ты помнишь свое детство? Кто-нибудь вообще помнит свое детство? Ну, я могу сказать, что толку у меня детства не было скорее. Я постоянно чем-то занималась, постоянно были какие-то выступления, какие-то конкурсы. Потом начались проекты. Поэтому, в принципе, вот последний год после Евровидения, это я могу назвать своим детством. То есть я гуляла с друзьями, я ездила в какие-то интересные поездки, я знакомилась с новыми людьми. То есть это время я могу назвать своим детством. А до этого ничего такого грандиозного не было. Расскажи о своих родителях. Мама у меня, Сугака Елена Николаевна, родилась в Минске, в Беларуси. Живет тут, долго живет тут. Папа родился в Сирии и переехал в Беларуси около 30 лет назад. И я этому безумно рада, потому что семья у меня очень классная. Также у меня есть сестра, племянница и вообще все круто, все супер. Чем ты увлекаешься? Ой, много чем я увлекаюсь. Я, ну в первую очередь, это музыка. Я не могу сказать, что это мое увлечение. Это скорее уже какая-то профессия. Я не могу представить себя вообще без музыки. То есть я постоянно где-то пою, я постоянно что-то делаю, именно творческое. Не бывает такого, что я сижу сложа руки и не знаю, чем мне заняться. То есть всегда найду выход из этой ситуации. Музыка. Плюс мне очень нравится... Я сейчас увлекаюсь фотографией. В принципе, я думаю тоже самой начать что-то фотографировать. Но больше я люблю стоять перед камерой, то есть чтобы меня фотографировали. Что-то записывать интересное, новое. И я очень хочу научиться прям рисовать. Вот это моя мечта. Грандиозно. А какую ты музыку слушаешь? Я могу сказать, что я меломан. И я слушаю музыку от классики до хард-рока, в принципе, да. То есть это зависит от настроения. Сегодня я ехала в машине, слушала Ляпис, а завтра я буду слушать Моцарта, а послезавтра Мерлина Мэнсона. И так можно развивать до бесконечности. То есть тут все зависит от настроения. Бывает такое, что утром я слушаю Мерлина Мэнсона, а вечером какой-нибудь там, я не знаю, бум-бокс. И ты такая, аааа, как все сложно в этой жизни. Вон начиналась история твоего успеха. Какая история успеха именно? То есть, в принципе, если брать Евровидение, то она началась где-то так, ну, 8 лет назад. То есть я загорелась этим желанием. Я увидела этот телевизор, вот эти вот красочные шоу. И я такая, я там буду, я там буду обязательно. Мама, папа, я там буду. Они такие, ну да, завидуй, завидуй, девочка. Ну и через 8 лет я такая, здравствуйте, я в телевизоре. Ну, я могу сказать, это было сложно. Это было очень сложно. То есть, в принципе, процесс подготовки, начиная от песни, заканчивая своим выступлением, это было невыносимо. Просто невыносимо. Но мне это нравилось. То есть для других я могла, допустим, в обществе быть позитивной, могла приходить домой и страдать, потому что у меня что-то не получалось, допустим, в вокальном иногда бывало в плане. То есть, допустим, заболела, у тебя не берется верхняя нота. У меня там самая верхняя нота, это была ми, по-моему. И я ее никак не могла взять. Я могла прийти домой заплакать после очередного интервью. Но это было очень сложно. Но мне понравился результат, мне все понравилось. Только после моего интервью не плачешь? Не плачешь. После каждого проекта, на самом деле, меняется жизнь кардинально. Ты, можно сказать, взрослеешь. То есть после «Голоса» была девочка помладше, потом стала чуть-чуть старше. После «Новой волны» вообще там вот так выросла. То есть я прожила полгода в Москве, и это кардинально поменяло меня вообще. Манеру общения, манеру поведения. После детского Евровидения у меня улучшился характер, я могу сказать это точно. Потому что, ну, я немножко дьявол. У меня сидит внутри такой сложный человек я, в общем. И после Евровидения я поменялась в лучшую сторону. То есть я стала более искренней. Как у тебя получается совмещать все поездки, выступления с учебой? В прошлом году было очень сложно, потому что был девятый класс, седьмой класс музыкальной школы, потом еще Евровидение. И вот это вот все вместе навалилось. И, короче, в итоге первую половину года я пропустила. Бывало такое, что я приходила домой где-то в 12, в час ночи, то есть со всех этих занятий. Потом делала уроки до трех, и вставала в школу, ушла в семь на дополнительные. Потом начинала школу, и так изо дня в день. То есть с января месяца где-то до мая я так училась. А ты хорошо закончила музыкальную школу? Музыкальную школу закончила тоже очень хорошо. У меня средний балл 9,7. Спасибо тебе за такое хорошее интервью. Я тебе желаю всего самого наилучшего, чтобы ты достигла новых высот, и все у тебя было хорошо. Спасибо большое. Давай петюню. Опа. А вам слабо? Наши ведущие снова бросают вызов друг к другу. На этот раз не менее серьезный. Хей! С вами я, Маша. И я, Ксюша. И это не детские игры. Ваша любимая рубрика челленджей. Сегодня мы будем бросать челлендж не друг к другу, а прохожим. Отлично. Поехали. Сегодня мы поднимаем людям настроение и помогаем им стать немного знаменитыми. Ты можешь рассказать какое-то стихотворение. Ты можешь попасть сейчас в телеэфир. Ты должна рассказать какое-то стихотворение, спеть песенку или рассказать скороговорку. Якоря кругом сверкает, явно бравый капитан. Яхты ловко управляют, направляют в океан. Отлично. Вот теперь ты можешь смотреть тебя на телеканале Минск ТВ в это воскресенье. Сможете ли вы исполнить какую-нибудь песню, скороговорку или танец какой-нибудь? Я люблю. Ну давайте. Спасибо. Это телеканал Минск ТВ, не детские игры. Сегодня мы поднимаем людям настроение и помогаем им немного стать знаменитыми. Вы готовы? Да. Вам всего лишь надо либо рассказать какое-то стихотворение, либо спеть песенку или рассказать скороговорку. Мы растерянны, мы растерянны. Может, тогда повторите за мной танцевальную связку небольшую? Давай. Отлично, спасибо большое. Как могли. Спасибо. Люди, вы где? Меня зовут Лоскова Ксения, я из программы «Недетские игры». Вы могли исполнить какой-нибудь танец, песню, ну или стих рассказать? Я знаю стих. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя. Всех люблю на свете. Пойдет? Пойдет. Спасибо. Это было очень смешно. Ну что, может, найдем еще кого-нибудь? Сейчас ты можешь попасть в телеэфир на телеканале «Минск ТВН. Детские игры». Всего лишь тебе надо либо рассказать какое-то стихотворение, либо спеть песенку, или скороговорку рассказать. Четыре черненьких чумазики, чертенка, чертили черными чернилами чертеж. Отлично, все. Смотри себя в это воскресенье на телеканале «Минск ТВН. Детские игры». Эх, маловато людей. Вот бы побольше. Здравствуйте, меня зовут Маша, это телеканал «Минск ТВН. Детские игры». И сегодня мы поднимаем людям настроение и просто исполняем их, может быть, небольшую мечту стать знаменитыми. Вы готовы? Конечно. Всего лишь нужно либо спеть какую-то песенку, либо рассказать стихотворение или скороговорку. «Минск ТВН. Детские игры» Нет. Почему нет? Тебе не нравится? Нравится. Ну, раз нравится, давай тогда ты попадешь в телеэфир на телеканале «Минск ТВН. Детские игры». Прямо сейчас. Ну, хорошо. Ну, как ты думаешь, удалось нам нести ярких красок в этот день? Думаю, бесспорно. Мне, например, очень понравилось. Но если у вас есть интересные варианты для новых челленджей, то обязательно пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наши соцсети. Это были «Недетские игры». На телеканале «Минск ТВ». И всем пока-пока. Друзья, пора строить планы на предстоящую неделю. Наши корреспонденты сделали подборку самых интересных событий и спешат поделиться ей с вами. Всем привет! С вами Алексей Гробовский. Я внимательно изучил все события грядущей недели и уже сделал пару пометок в календаре. Итак, советую сходить. Сперва, конечно же, кино. Уже несколько дней в прокате замечательная английская комедия «Патрик». Еще одно подтверждение того, что мы без животных никуда. Главная героиня Сара переживает не лучшие моменты в жизни. Внезапно, не как снег, на голову сваливается капризный мопс «Патрик». И все меняется. Фильм в прокате до 14 декабря. Привет, Сара. Привет. Патрик. Вы готовы к соревнованиям, мисс Фрэнсис? Ну, почти. Долгожданное событие месяца. Друзья, еще есть шанс успеть посетить театр кошек. Знаменитый Дмитрий Куквачев со своими очаровательными питомцами сегодня дает представление в государственном цирке. Спешите купить билеты. Но если все же на домашних кошечек посмотреть надостся, есть шанс поглядеть на экзотических. Тигры, львы, лошади, собачки. До 9 декабря артисты со всего мира дают представление в Долгосцирке. Дальше в нашем списке – спектакли. К нам с гастролями спешит Ивановский театр. История любви, надежды и победы добра над злом. Алые паруса покажут в пятнике в музыкальном театре. Это новый взгляд на классическое произведение. А в Театре юного зрителя целых два дня посвятят неугомонной мультице-катухе. В грядущей пятницу и субботу история героини Чуковского в исполнении белорусских артистов. Не пропустите! Это все, что я успел рассказать. Еще больше интересных событий предстоящей недели вы можете узнать на портале Релакс Байк. И это еще не все. Еще больше о жизни столицы глазами наших корреспондентов. Далее. Скалолазание – это захватывающий вид спорта и отдыха, который доступен лишь в горах. Так думают многие и ошибаются. К счастью, когда-то давно француз Франсуа Свини придумал скалодром. Искусственно созданные стены, которые имитируют рельеф скалы. Сегодня почувствовать себя альпинистом и получить адреналин можно, не выезжая из Минска. Я решила отправиться с яркими впечатлениями на один из столичных скалодромов. Академия скалолазания – это несколько скалодромов. В частности, мы находимся сейчас на скалодроме Старкитс. Он как раз является детским скалодромом. Ну и здесь мы занимаемся с детками и занимаемся, и проводим дни рождения для деток от 2 до 12-13 лет. Мне как раз 13 лет. Могу ли я заняться этим делом? Да, у нас вы можете попробовать данный вид спорта. В 13 лет мы, конечно же, рекомендуем уже заниматься на скалодромах немножко побольше, нежели наш, потому что там уже это рост и развитие. Но попробовать всегда можно и получить какие-то навыки. В любом случае, на данном скалодроме лажит даже я. В академию я пришла как раз вовремя. Сейчас здесь проходит мастер-класс для детей. Профессиональный инструктор подготовил активную программу с различными препятствиями, играми и конкурсами. Оказывается, специальной подготовки для лазания не нужно. Покорять вершины могут даже совсем маленькие дети. Ну как тебе? Сложно очень. Детям это очень нравится, это очень сильно развивает. Это самый-самый спорт, который нужен для развития для малышей. А что именно оно развивает? Развивает мышление, силу, ловкость, умение определивать препятствия, которые даются детям на скалодроме. То есть, если ты хочешь поддержать себя, нужно идти на скалолазание? Да, это намного круче, чем любой фитнес. Ну что, я уже могу полазить? Отлично, пошли переодеваться и будем пробовать разминаться. Стены для скалолазания оснащены специальными выступами причудливой формы. Они называются зацепы. По ним-то мне предстоит добраться до самого потолка. Так, я все правильно делаю? Да, все отлично. Слышишь, ты покорила самую детскую стенку. Ура! Да, вот так вот. Отлично. Ух! Ну, чтобы себя не чувствовалось прям суперсильно, да, с тобой сразу на самую сложную попробуем. Ух! Отлично. Ну и тяжелая это работа. Нужны сильные руки. И ноги. Конечно, сразу не у каждого получится залезть наверх или долго удерживаться на стене. Сложно приноровиться управлять руками и ногами, да и высоковато. Но яркие декорации, мягкие маты и правильный подход инструктора подталкивают к успеху. Я чувствую себя человеком-пауком. Я чувствую себя человеком-пауком. А также смотрите выпуски на сайте. Увидимся через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова